Что сегодняшний день отдал нам Господь, имеем сегодня необыкновенное служение, слава Богу Господа. Но сегодня сейчас я попрошу своих родителей, Сашу и Иру, вместо здесь также Ира и Володя, с брата Виктора. Сегодняшний день, прежде чем будем идти дальше в служение, мы совершим молитву за детей. Я напомню место Священного Писания, и я немножко хочу сегодня вместе с вами порассуждать. И значит, это не то, что как это придумано людьми, нет. С самого начала рождаемые дети приносились в храм Божий, приносились в место, чтобы поручить или вручить их Богу. И даже когда Христос был на этой низкой земле, к Нему также приносили детей. Я начинаю это с описанием от Марка. Вы знаете, когда мы читаем это место, 10 главы, 13 стих и ниже. Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, то не войдет в Него. И обняв их, возложил руки на них, и благословил их. Дорогие братья и сестры, здесь мы слышим, что Христос благословел. 126-й Псалом, 3 стих. Вот наследие от Господа, дети, награда Его, плод шрева. Дорогие братья и сестры, здесь я хочу напомнить вместе с вещами написания то, о чем здесь говорить. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод шрева. К сожалению, сегодня много проблем, сегодня много слез, много переживаний. Я хотел бы сегодня сказать, потому что в многих церквах не проводится эта беседа семейного целомудрия. Родители не знают, что такое дети, что такое дети. Многие хотят, чтобы Бог благословил нас и наших детей. Многие родители просят благословение о том, чтобы Бог благословил детей. Многие просят, чтобы Господь спас детей или Господь помиловал детей. Но Бог сказал, вот наследие, наследие от Господа, наследие от Господа, дети, награда от Него. Скажите, ли пред Богом для меня это была награда, для меня это благословение или меня это тяжесть? Мы грешим, мы грешим, тогда страдают наши дети. Когда для нас это не награда, и не наследие от Господа, и не благословение от Господа. А здесь ясно написано, вот наследие от Господа. Вы знаете, когда, я возьму даже 112-й псалом. И здесь говорится, я возьму только последний сих. Неплодную вселяет в дом матерью, радующийся о детях. Аллилуйя. Знаете, тот, кто открывает плод чрева и закрывает, это не человек. Если Господь открыл, то Он дает благословение, но мы не хотим. И многие говорят, мы не хотим, чтобы нам быть старцами, или уйти, как старцы, чтобы дети наши были. Я не говорю о том, что мы должны понять правильно, что такое дети. Здесь дети, наследие от Господа. Чтобы это наследие было благословением и благословением Божиим. И видели, отче твои, зародыш мой. Дорогие братья и сестры, это имеет значение тогда, когда мы, родители, как мы подходим к этому состоянию. Мы грешим, нагрешили, смотрим что угодно, А дальше приступаем к этому и нашей жены беременею. От этого плода, от этого семени, неосвященного, погрешивого греха, И дьявол имеет доступ к их счастью. И тогда рождаются дети. Я знаю ни один момент, ни один случай, когда родители говорили, поможем за детей. Почему? Чтобы Господь спас. А Бог говорит, тогда, когда покаятся родители, их дети будут спасены. Тогда, когда родители исполняют свои грехи, их дети будут помилованы. Дорогие мои отцы и матери, родители, как много завези от нас. Как много завези от нас, что мы имеем сегодня. Здесь Бог предупреждает, и я знаю, что этот Бог оставил на странице Священного Писания. Для меня, для тебя, дети, наследие. Наследие, благословение и нежелание. Я знаю, когда однажды пришлось быть в одном доме, и двое детей. И они очень имели бы большие проблемы. И Господь сказал, когда родители, мы хотим помолиться о наших детях, что и Бог имел милость. И Бог имел милость. А Бог говорит отцу, я тогда сделаю им милость над этим детям. Когда ты покаешься, скажи им, скажи им, они для тебя желанные и благословения или нет. Как ты радовался, когда узнал, что жена сказала тебе, что я в положении. Как ты радовался этому. Но сдал ли ты, слава Богу, скажи, что сделал ты. Вот наследие от Господа, дети. Награда. Мы хотим большой награды. Мы хотим награды от Господа, иметь славы. Но когда, когда он дает благословение, награда от Господа. Мы не хотим. Как мы будем в небесах, а Бог скажет. Когда я видел там, до дня суда. Я говорю, почему здесь? Потому что они хотели лететь, а они до суда. А дети их будут судить их, нежеланные дети. Нежеланные дети. Дорогие, как страшно, когда мы начинаем контролировать этим. И брать свои руки этот контроль. Дайте, чтобы Бог благословил. И ваши дети будут благословением и наградой от Господа. И ваш дом будет служить Господу. Аминь. Я так думаю, не раз. О, Анна, которая не имела детей. И она молилась и просила у Бога, что ее Бог благословим. Она долго просила. И даже однажды пришла она. Там в дом Божий. Она пришла к храму, молилась там в храме. И этот муж Божий посмотрел. И посчитал ее, счел ее пяным. Но она уже не говорила ничего. Из ее уст ни одного слова не вышло. Она щебелила устами. И он счел ее пяным. Почему? Он думал, какая ты пришла. Он знал, что он, кто она. Но заметьте, Бог видел сердце этой жены. Бог видел. И Бог благословил. И когда Бог благословил, что мама сделала? Она знала, что она отдает этого самого выпрошенного, единственного, долгожданного. Она отдает его Господу. Я так думал, когда читал это место. Мама, если бы ты так долго ждала, просила, как ты смыла сразу отдать его? Как только отняла от груди, она принесла его в храм. Дорогие мои братья и сестры, как мы сегодня можем, сегодня наших детей отдать Господу? Отдать ему на служение его? Многие сегодня отцы и матери не отдали, не отнявшие от груди. Не только. Они возрастели, здесь 18-20 лет. Они выходили замуж, поженились. А родители еще хотят сказать, вот так нужно правильно жить, а так нужно жить строить. Не отдали Господу. Не отдали благословенные эти аммы, которые отдали своих сыновей и дочерей. О Господу! На служение Господу! И удел Божий! Аминь! Абва Отче! И тогда Бог благословит их. Благословение, это не просто ритуал, а бряда. Сегодня здесь родители сидят, чтобы принесли на руках этих младенцев. Бог сказал однажды, я знаю, когда родители отдают, приносят своих младенцев на руках в церковь Господа. Когда представляют их по лицам Божьим. Когда приносят Богу, по разным обстоятельствам, приносят церкви. Есть такие, что не могут принести в церкви. Их совершают молитвы, там не находятся. Но Бог говорит, эта молитва не проходит бесследно. Никогда. Никогда, помните, вы представляете их Богу. Вы отдаете их Богу. И выручаете в надежные руки. Это Анна отдала его. Она знала, что там не будет матери возле него. Там не будет матери, материнское сердце, тепла, любви и ласки. Но там будет больше любивателей, любого Божия. Аминь. И этот мотров, он станет новорожденный. Он станет сыном Божьим. Он станет в уделе Божьем. Аминь. Он будет мужем Божьим. Ты отдала его мне. А я воспитаю его. А я вскормлю его. А я выведу его. А я сохраню его. А я проведу его. И я помажу его в удел свой. Аминь. Она отдала Господу. Мне это место Писание очень сильно сегодня затронуло. Вот наследие. Как сегодня Бог говорит, многие не хотят этого. Многие сегодня потеряли. Потеряли очень много. Что они не захотели наследие от Господа. Но вы знаете, как больно, когда однажды мне пришлось быть на лодре болезни одной молодой девушки. Ей было тогда уже 20 лет. Она лежала при смерти. Она была очень больная. Врачи сказали безнадежно. Она умирала. И она когда религи плакали. Господи, почему? Ей нужно сейчас было бы говорить по свадьбе или сочетании. А она умирает. Господи, почему? Почему? И Бог обращается к родителям и говорит в то время. А она у вас нежеланная дочь. И я ее забираю к себе. И я ее воспитывал. И я ее провел. Она мама говорила. Она была какая-то необыкновенная. Она была очень послушная. Из-за всех детей она очень выделялась послушанием. Ей не надо было дважды повторять что-то сделать. Она понимала, как мама сказала, с полслова. Но это была нежеланная дочь. Нежеланная. Не по расчету. Она была лишняя. И Бог сказал. Вот я показал. Я показал, что я ее. Я ношу на нее хлеба, одежду, благословение. И я ее забираю к себе. Она нужна мне. Родители. Ведь не просто написано так, на ветер две слова. Вот наследие от Господа. Наследие. Мы хотим получить наследие от наших родителей. Я часто слышу, когда говорят, родители богатые, дали наследие. Там на брак подарили большие деньги. Там бизнес. И там что-то другое еще подарили. Но наследие, которое дает отец благословение. Мы часто считаем, что это очень благословенно. Очень благословенно. Вы знаете, как-то в этой поездке мы ехали. И в одной семье мы заезжали с братьями. Потом по телефону говорили, что мы снова заедем. И эта жена стала очень сильно плакать. Я говорю, почему ты плачешь? Она говорит, ну я знаю. Прихожу в церковь. Я вижу, когда родители имеют детей. А у меня? Вот мы уже живем больше 20 лет, а деток нету. Она сильно стала плакать. Я говорю, да. Ты теперь можешь понять только наследие, благословение. Но многие сегодня, которые имеют и не хотят, не могут понять этого. Не могут понять этого. Не могут. А они думают, что Бог, что делает какое-то издевательство или что-то другое. Дорогие братья и сестры. Но я хочу сказать еще другое, зачитать место Писания. И мы будем рассуждать. Вы знаете, когда мы родители хотим благословения для наших детей. Я читаю Ефесянам. В пятой главе, двадцать восьмой стихе ниже. Я не сочитываю, поймите правильно. Но я говорю то, что Бог отбил. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящие свою жену, любить самого себя. Тогда будут дети благословения. Тогда будет плод наградой. Тогда, когда мы будем любить свою жену, как свои тела. Любящие свою жену, любить самого себя. Дорогие родители, я обращаюсь к вам. Я не думал это даже говорить, но Бог сказал, должен это говорить. Много сегодня проблем. Мы грешим. Мы смотрим на этот мир. Мы смотрим разные фильмы. Мы смотрим разные картины. Мы смотрим разные открытые лица и тела. И потом говорим, слава Господу, что у меня есть жена. Дорогие мои мужья, отцы, берегитесь этого. Берегитесь. Жены не для этого только. Нет. Жены даны, как немощнейший сосуд. Жены даны для того, чтобы они были благословением. Это, как здесь предупреждает Павел. Любить жену, как самого себя. Свою жену любить самого себя. Самого себя, милюк. Жена, мы приходим домой, мы часто не видим, она уставшая. Она нуждается, может, в моей ласке, понимании, сострадания, сочувствия. Но, уви, она у меня этого может не получить. Я должен сказать, что я глава. И привожу это место Писания. Многие его берут. Но даже кается в этом. Жена не глаз над своим телом. Дорогие мои, поймите правильно, чем я говорю. Это тогда, когда мы в должном состоянии. Это тогда, когда мы в Господе, и Господь во мне, тогда награда от Господа. Но когда я сегодня на весь день грешил, нагрешил, и только жду вечера, для того, чтобы потом, и когда происходит зачатие, и рождается будущий блудник или приобрелиница. Почему? Потому что я не исповедовал свой грех, я не покаялся, и меня жена только для этого. Нет, не для этого. Жена дана для прославления имени Господа Бога Савопа. Жена – это благословение от Господа. Жена и дети – это благословение. Мужья любит своих жен, как самого себя. Вот это вопрос. Вот почему часто сегодня мы, ну-ка, вы родите, мир рождает, а что, мир родителей для подложной пополнить? А да нет, нет, так не сказал Господь, что это благословение, это наследие для ада. Нет, тогда, когда я у Господи, пастырь домашней церкви, тогда, когда я выделил Божьим, тогда идите благословение. Тогда и дети помазали благословение Богом, но когда похотлив, то не грешили, что это Бог. Нет, это наши стрессы, это наши вожжеления не обузданные и не раскаянные, где нужно освобождение, исповедание и обновление наших сердец, наших уст, наших плотяг. Тогда будут дети благословения. Тогда. Я вспоминаю, как однажды Бог завел одну семью, я взял с служителями, пришли туда и смотрим, и Бог говорит, посмотрите, что происходит. Мы зашли туда, в тот дом, а там мать плачет, детки в комнате плачут, приготовлен обед, муж пришел на обед, намотал кофе на руку и бьет ее сюда. Потому что она сказала, нет, есть время, на все есть время, на все есть время. Вот, и тогда, если зачатие, тогда, конечно, это нежеланные дети, это дети раздражительные, это дети больные, это дети умые идут, это дети мир тянут. Этот мир тянет, и маме, почему? Зачатие не святое, зачатие не во святости, зачатие не в Господе, зачатие во грехе. Это очень важно. Отцы и матери, я знаю также такие моменты, особо матерей сегодня хочу обратиться. Благословение тогда, когда мы в Господе. Я не один раз встречал, не один раз, когда матери сидели в фильмах и смотрели эти моменты, и потом эти детки рождались, они были болезненными, они имели это поражение. И также матери, которые в своей жизни с мужем или с другими, особо с мужьями своими ругаются, и даже нехорошими словами, подрастают дети. И первые с азрой, эти детям не было страшно. Куда это дитёй ещё? Только он научил говорить папа и мама, он уже по-английски говорит «маты». Почему? Бог говорит, когда мать носила в очаре, она этими словами называла мужа. Как страшно. Дети – это наследие, это благословение. Дорогие родители, отцы и матери, вот почему наши дети болеют, вот почему страдают, вот почему мы плачем. Нам нужно родителям в первую очередь, главам семейств, покаяться, перемириться с Богом, освобождение, освящение, обновление, и тогда будут благословенные наши дети. Тогда мы скажем, как Иисус с нами, а я и дом мой, будем служить Господу, аминь. Потому что мы, Господи, мы, глави семейств, мы, отцы, мы, мать, мы, дети будут Господи. Да, я не говорю, что будет токая жизнь, я не говорю, что ведь прекрасно, борьба будет, штормования будет, этого жительского океана. Это будет волны поднимать, но и Скупитель жив. Он поразил дьявол голову, и он даст спасение и очищение, и прощение. Ибо никто никогда не имел ненависти в своей плоти, но питает и греет ее, как Господь, целью. Потому что мы члены его, от плоти его, от Кассиева. От плоти его, Кассиева. Поэтому оставить человек, отца своей, мать, и прилепиться к жене своей, и будет двое на плоти. Я говорю, Господи, я буду читать это место, сказать, вас разочитывать. Это же, ну, 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 просто неразумно, я так говорю, распоривать по Касси. Это как раз нужно не сочетание, а пересочетание всех. И в том числе и меня. А как меня? Оставить человек, отца и мать, и прилепиться из страны двое одной плоти. О, мамочка, она не очень вкусно готовить обед, или там другое. Она не так, как ты, не так, как ты, моя мама, не так. Или на ворот. Жены, мужья, если бы мы выходили замуж, или мы поженились, и мы говорим, а у меня мама так говорит, а у меня моя мама так говорит, я хочу, что так говорит Господь. Я не говорю, что мы не должны слушать родителей, нет. Не об этом. Я говорю о том, что станут двое, одна плоть. Если одна плоть, то если у меня болит рука, то я ее чувствую. И если эта рука нуждается в какой-то помощи, я тоже знаю, оказываю ей. Если моя жена или мой муж нуждаются в поддержке, почему я этого не вижу? Почему я знаю, что жена обязана, а что я обязан, я не знаю. Почему мы свои обязанности забываем? Написано, прилепиться, и стану, и будут двое, одна плоть. Это тайна велика. Двое, одно плоть. Каждый из вас, да любит свою жену, как самого себя, а жена, да боится своего мужа. Тогда, когда ему глава Господь, не забывайте мужья это. А то мы часто это местописание берем, жены должны бояться мужей. А что мужья, волки? Здесь на другом говорится. Да боится своего мужа. Почему? Как Господа огорчить обиди? Почему? Потому что муж, это глава, это Господь в том и в лице мужа. А многие берут то, что говорят, ты должен так вести, что, как написано, жена должна бояться мужа. Если нет, кулаком дай так, чтобы посуда послетала по столу. Что в следующий раз боялась? Не об этом здесь Павел пишет, боялась, нет. Не о этой власти, но о власти Божьей, о силе Божьей. О том, что это Господь в лице, это Сын Божий. Я не могу ослушаться, то я могу сильно ослушаться Бога. Вот о чем Павел говорит здесь. А мы наоборот. Я знаю даже такие моменты, что некоторые говорят, да смелость им немножко вина, чтобы смелее отчитать жену. Это не грех. Христос был винов. Все находит место, описание. Я скажу только те, кто во грехе находит эти места. А там, где Господь, этого нет, там благословение. А сегодня я смотрю здесь дети. Я хочу сказать и вам, взрослым, где не таким, как вот здесь на руках, сидящие здесь. Дети, помянуйтесь родителям своим. Господи. Ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего. И мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетием на земле. Победцы, не раздражайте детей ваши, но воспитывайте их в учении, наставлении Господня. Эти места, эти мои стихии, я зачитал. Я думаю, что вы его все хорошо знаете, даже, может, и на память. Но можно знать на память. В мозгах, в мозговых извинках держать его, а в сердце пусто. Это поздник какой. Дети, повинуйтесь. Вы знаете, повиноваться родителям нелегко сегодня детям. Как слышишь сегодня часто, мне 15, мне 16, мне 18, а мне 20, а мне 23, а мне 25. А что ты меня как хочешь? Что ты с меня хочешь? Я уже сам совершенный или совершенно. Дорогие мои, запомните, Бог и родители живы. Они остаются родители, отцы и матери. Даже если мы будем сами иметь своих детей и внуков, наши матери, наши отцы остаются отцами и матерями. И мы должны повиноваться родителям Господи. Ибо этого требует справедливость. Ой, я так не хочу, мне это не нравится, мне это не подходит. Это не по-моему. Дорогие мои, если в нашем сердце Господь, то мы будем повиноваться Господу. Если, конечно, нет. Смотрите, что к чему привело непослушание родителям. Вы знаете, все это не буду читать, я задерживаю ваше внимание. Родители или дети, которые не слушались родителей, возьмите муж Божий или его сыновья не слушались. И что Бог сказал? И Бог как сказал? Это проклятие пошло на сыновей. Почему? Они не слушались Господа. Они отступили. Они делили мерзкое, неугодное в отчаях Божьей. Они обманывали народ. Они насмехались над народом. И Бог молчал, но времени молчал. Они были дерзки на свой язык, на свои уста. И дальше что случилось? Бог пришел. И Бог вступился. И Бог сегодня тоже не изменен, братья и сестры. Нет. Я даже хочу немножко... Сыновья же, Илья, Илья были люди негодные. Они не знали Господа. Как мы родители такого отца не знали Господа? Это не говорится о том, что они никогда не слышали. Нет. Это то, что они не хотели его знать. Илья же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собирающимися в уходовские несобрания. И сказал им, для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи у вас. И от всего народа. Нет, дети мои, не хороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень. Если согрешить человек против человека, то помолится о нем Богу. Если же человек согрешить против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти. Видишь, тому ведет непослушание родителей предать их смерти, духовной и телесной. Когда же составился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Но сыновья его не ходили путем его, а уклонились в корысть, и брали подарки, и судили превратно. И собрали все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в раму, и сказали им, вот ты, Иисус, старый сыновья твои не ходит путем твоим, и так подстав над нами царя, чтобы он судил нас. И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Дорогие братья и сестры, я так считал то, что не послушание, не слушались. Они не послушали. За этим стоит что-то другое. Хотелось бы сегодня много чего сказать родителям, но я думаю, что может когда-то, когда мы проведем такую беседу с семейными, а сегодня я хочу более сокращенно сказать то, что сказал Бог, о том, почему мы тираем благословение. Мы и наши дети. И мы сегодня хотим, чтобы Господь благословил нас и наших детей. Дети, будьте послушны родителям вашим вовсе, ибо это благоугодно Господу. И опять, отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Как часто мы родители, это тоже забываем. Но сегодня дети и послушание. Мы не хотим слушать родителей, потому что нам так хочется. Многое сегодня стало модерном иметь в своей квартире отдельно от родителей, чтобы свободно жить. Как правило, они попали уже в плен дьявола. Им хочется свободы, только у них не Божьей свободы, а свободы, чтобы грешить. Поэтому они нуждаются в отдельных квартирах, отдельно от родителей. Это ведет то, что их не послушание Богу, не послушание родителям. Запомните, если вы хотите знать, проверить себя, если у нас нет послушания родителям, то в первую очередь нас нет послушания Богу. Если мы не уважаем родителей, не почитаем отца и мать, мы не будем иметь благословения и долголетия на земле. Так написано. Мы терпим и будем терпеть наказание. Не благословение, а поражение. Поэтому сегодня я хотел бы, чтобы вы помнили это и дети, и родители о том, что мы должны просить у Господа. Кто позорит, или кто поносит, или кто злостовит отца своего, или мать своего. Я не буду сегодня говорить об этом, другая тема, но я хотел бы, чтобы дети вы остановились в этом, ибо это ваше благословение. И в конец я напомню еще для детей. И для родителей, и для меня так же. Павел предупреждает и говорит, знай, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди были самолюбивы, сраболюбивы, горды, надменны, злорощивы, родители непоковны, непримирительны, клеветники, невлаждержанны, жестокы, нелюбящие добра, предатели, наглые, напичные. Ищите себя. Ищите себя. Более сластолюбивы, нежели благолюбивы, имеющие вид благочестия, силы же отрекшиеся, таковы их удалялись. А как удаляться? Это наша молодежь, наши подростки, наше общество. Но если они, ведут разрядную жизнь, Бог говорит, от таких удаляться. «А ты пребывай в том, в чем научишь». Это муж Божий наставляет юного служителя и дает ему такое слово. «А ты пребывай в том, в чем он научишь, и что верно, зная, кем ты научишь». А кем он был научен? Кем? Вы знаете, почему-то на странице Священного Писания не написано этого. Но здесь написано только то. «Притом же ты из детства знаешь Священное Писание, которое мог умудрить тебя во спасение веры Его Христа Иисуса». «Притом ты знаешь». И написано о Его матери и бабке. Помните? Я не читаю это место. А где отец? Но вот здесь Бог говорит, «А ты пребывай в том, чему научат, и что тебе уверено, зная, кем ты научишь». «Притом же ты из детства зная Священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение веры Его Христа Иисуса». Я говорил недавно молодым семьям, была беседа, и говорил, однажды я проводил семейную беседу с семьями в церкви, и там задавали разные, каверзные вопросы для того, чтобы как-то чем-то уловить или для себя найти отдушину грешить. И мы задавали вопросы, ну, а когда, а когда знать, что и просить благословения у Бога для наших детей. И знаете, я вспоминаю слова одного еврея-ортодокса, который сказал, мы нанимаем людей, чтобы читали Тору или пели, когда наши жены беременны, а особо в последние дни каждый день. И когда рождается ребенок, они так и нанимают и до восьми месяцев они читают, а то и до года Тору и поют. Я вот зачем? А он сказал, возьми, практикуй, и увидишь, что вот это и есть, когда мы молимся. Я вот тебе всегда молюсь, когда моя жена беременная, когда у положения, когда только начало, я молюсь тогда, я всегда молюсь, возлагаю руки на ее живот и была основная, и тот плод шлева. Это же наследие, это же благословение. Я благословляю. И однажды одна молодая сестра, она как раз была в положении, это запомнила. И она сказала, ну я думала доказать, прав ты, Вася, или нет. И вот когда она была в положении, она все время включала музыку и пела псалом небеса. Каждый день в будущее положение она пела небеса. Родился этот ребенок, и она продолжает петь. Она говорит, я пела, я и сейчас его люблю, а потом, говорит, пришло время. А долгое время я его не включала. И вот когда мой дитя научилась говорить, мама, папа, и вот она стала говорить, и говорит, я слышу, мой дитя поет псалом и слова небеса. И вот я заплакала, я упала на колени и сказала, господи, ты прав. ты прав. Это дитя еще в утробе слышала о небесах. Мами, папи, эти дети слышат там, как мы живем, как мы разрываем друг с другом, как мы относимся друг к другу, как мы молимся, как мы благодарим Бога, как мы радуемся, а они слышат здесь, они получают благословение. Это очень важно, то, как мы молимся и благословляем наших жен и наших детей. Мне очень страшно, как было стало, когда я слышал однажды, когда я проводил подобную беседу, и один из служителей, старший, сказал, что ты несешь. ты дал послаблением женам, и теперь они нам не дадут ничего говорить, потому что ты на их стороне, а я не на их стороне, на их стороне Бог. Но если мы, мужья, не в должном состоянии, я вспоминаю, я думаю, что, может, некоторые из вас и знают, это был благословенный муж Божий. Я очень благодарен Богу за эту встречу, за это общение с ним, которое дал Бог мне с ним много, даже когда-то его пришлось и возить много беседовать с ним. Это мудрость Божия, покойный Иван Антонович Левчук. И когда в нашей церкви была подобная проблема в семейной жизни, это в нашей листонной плаши, и не можно еще сделать, он пришел, привел беседу, собрал всех нас семейных, молодых, мы тогда были молодые. И именно он показал правильно жизнь семейная. Мое отношение к жене, жени к мужу. И это будущее благословения наших детей. И там Алия с братьями сказали, а что нам тогда делать? А он сказал, если ты не можешь покаяться, если ты не можешь прийти, потому что не я, а Христос во мне, если Христос во мне, то все мое его. Скажи, если Христос во мне, то я буду заглядывать на женщин, пройдящих мимо? Я буду разжигаться? Нет. И он говорит, братья, если племенные, то ваше место на ферме. Я это хорошо запомнил. Покайтесь. Жены нуждаются в благословенных мужах, в Господе. В Господе. Это благословение. Это благословение. А сегодня, что насмотрится всего, и дальше не могут опузнать свои плоти и не знать, что с ними делается. Мы должны получить освобождение, очищение и благословение будущих наших детей. Это зависит очень многое. Очень многое. Очень многое. Я приводил в проповедях эти примеры, но сегодня хочу навести один тоже факт. когда молодая мама, маленькие детки, муж, он приходит, только знает свое. Он никогда не спросил, как ты, дорогая, никогда не пришел, не переступил порог дома, не сказал, давай помолимся, благодарим Бога. Отец, я благодарен тебе за мою возлюбленную. Ты хранил ее с детками. Такой тяжелый труд. Это она несет эту всю тяжесть, когда мы не дома. дай силы благословием. И деда, мы этого часто не делаем. А что там в тебе, а что? Да, мало ли еще, она дома, я работаю, она дома, вылезли с детьми, и она там что-то хочет от меня еще. Я устал. Да, порой через это устал, я должен переступить и прийти и обнять и сказать, дорогая, как ты жила, давай воздадим славу Богу. Я вижу тебя благословенной, сохраненной Богом. Для нее поддержка, помощь. Мы этого не делаем. запомните, это видит наши дети. Это видит наши дети. Они как-то губки все упитывают. Придет день, когда мы будем дышать и будем горько плакать. Я знаю, когда эта семья имела проблемы, один маленький мальчик, он пришел и сказал, на восторжение, и он просит, пожалуйста, сегодня зайдите в наш дом. Я очень прошу. он плакал, говорил, что там произошло, я не буду об этом говорить. Когда зашли в этот дом, а чувствуется, что дома мира нет, там железный занавес. И знаете, когда стали говорить о этой детке, там, семь детей, и когда эти дети начали, которые говорят, и старшинки, и они плачут, и говорят, мы хотим, дядя, мы хотим, чтобы наш папа любил так маму, как тот, называет имя другой семьи. Он всегда с ней так поступает, так разговаривает, с семьей, с детками ездит туда говорить, вот так он ему молится, так мы читаем, а я прихожу, папа объяснил, он мне только меня, когда я устал, иди к маме. Что ты лезешь, что ты прицепился до меня? Родители, это благословение, это дети, они хотят от нас получить благословение, нам некогда, мы расстроены, мы не должны в состоянии, они ждут от нас. Помните, я говорил о том, портрет, или фотографии, когда я зашел в дом, а там девочка сидит у отца на руках, здесь ей волокон положено на грудь, она так обняла, и нежно, спокойно лежит. Это поражайшая фотография, она большой формат, и на безумно написано, как тебя не любить. Я спросил, а что бы это значило? Она спросила, она уже может сказать, она не маленькая, сейчас, она подзрослела уже, с того возраста выросла, она заплакала, стесненно так сказала, мой папа, это Иисус. Когда он уходит с дома, мне кажется, что Иисус ушел из дома. Когда он приходит, как бы мне было трудно, когда я иду к нему, он меня обнимает, и берет на руки, и садит, я положу свою голову на грудь, и слышу убиение его в сердце, я забываю про все, я ему рассказываю все свои переживания, он мне главный, я говорю, дозе, а мы сейчас помолвимся, тебе все хорошо, как его не любить? Отцы, знаете ли нас, так наши дети, или знаете ремень, знаете розовый, больше ничего? Я благодарен Богу за отца, который умел воспитывать, не ремнем, не злом, как написано, не залий розовый, да, так написано, только, братья и сестры, не ту роз, сколько трава засушенная, сдержится в доме, а пойди ее, выломай, за то время, когда ты пойдешь ломать, ты остынешь, и ты не будешь быть с тем злом, который у тебя. Часто мы бьем со злом, и сатана занимает детей, и она еще хуже стоит. Мы открываем дверь для поражения наших детей, помните это? Мы поражаем. И вот эта девочка, она так сказала о своем отце, и она видишь в нем, а вот в этой семье пришли, и детки говорят, мы никогда не верили этого, мы никогда не слышали этого, нам так хочется, чтобы они называли друг друга такими словами, они никогда не называли по имени друг друга, а только такими словами, я не хочу даже их повторять, нехорошими. Что эти дети будут знать, что эти дети будут слышать? Я скажу вам, семьи, какие бы ваши ни были хорошие родители, хорошие мамы, отцы, благодарите Бога за них, но все ваши семейные проблемы решайте вместе с Господом. Но если вы хотите позвонить своей мамочке или бабочке, слушай, а у меня такой муж, а у меня такая жена, мама, а мама сразу, и пошло, и понеслось. Не делайте это зло, не разжигайте этот огонь. А с родителями, скажите Господу, мы не понимаем друг друга, Господи, что случилось? Я не говорю, что мы не должны, поймите, то вы скажете, что вас, я говорю родителям, ничего не говорю, нет, вот этот вопрос не должны родители знать. Должны знать Бог и вы, что у вас проблема. А то, что вы скажете родителям, вот то, вы можете спросить, помолитесь о нашей семье, чтобы в районе имел доступа. Ну, не жалуйтесь туда. Это такой наркут дьявола. И вот этот сынок сказал, когда молились, и когда родители поисповедовались, там было покаяние, когда они обняли детей, когда отец на коленях каждому подходил и просил прощения. Простите, детки, я не был вам отцом, я не был вам примером, проси. И когда он пришел на коленях к своей жене, так в ноги нагнулся, она не дала ему, он хотел поцеловать, не дала. Она говорит, я недостойная, если бы я была примерной женой, молящейся, устроящей дом, ты обниверировала на твой характер, обемолилась. Но я тоже себе ждала внимания. Видите, когда Бог, то каждый и видит в себя свою вину. Ну, и говорит, это он, это она, это он, это она, нет. Там, где Господь, этого нет. И когда я сын этот сказал, пап, дядя, а у нас больше не будет немцев уже, да? Я говорю, что это, немцы? Ну, мама с папой не разговаривает. И меня понял? Детю радует, что уже больше немцев дома не будет, а будет радость, любовь, единство. Это детки, они все видят и все знают и все слышат. Все прекрасно, все. Однажды одна мама малых детей посадила, для того, чтобы отец занят и мама занят, они включили бебиситтера ТВ, включили мультики, и они там с глазами светят. Это было вечером, и ночью дети не спят. Дикие крыки, ужасы, глаза испуганные. Вы знаете, когда стали молиться, Бог сказал причину. Я говорю, какой фильм или мультик вы смотрели вчера вечером? они сказали, помните, это есть какая-то, забыл его название, это машина, что такая, что там соревнования, гоняется огнем сзади, выскакивает. детский был фильм. И это время я сатана занял детей. Да? Мошенки только. Не давайте воспитания детей дьяволу, не давайте воспитания ваших детей дьяволу, да воспитывает их Господь. Отдавайте в руки Божьи, получайте в руки Божьи, вручайте их туда, для того, чтобы Господь благословил их и хранил. И вот здесь Господь хочет от нас, родителей, чтобы мы сегодня сказали, Господи, мы будем просить благословения, благослови наших детей. Здесь двое детей, мальчик и девочка, Аня и Андруша, да? Видите, имена библейские. Я вспоминаю свою бабушу. Она самого нашего сына назвала Илья. И она говорит, я положилась на то, что-то имя, что-нибудь скажет. Это был самый хуже сын, самый атеист, безбожник, пьяница, коммунист и так дальше. Правда, в конце материнской молитвы услышала, покаялся. Но я вспоминаю слова этой матери, моей бабушке, которая говорила не раз, говорила, Господи, я понаделась на имя, но имя не спасает, а спасаешь ты. Я хочу, чтобы мы сегодня в мою церковь будем молиться, чтобы Андрей был этим апостолом Андреем, который и брата своем привел к Христу. Помните? И через этого брата весь языческий народ получил спасение. Петр. Это был ученик, апостол языческого народа. А привел его брат-ребак Андрей. Пойди, посмотри, какой, да ты, что ты меня дерываешь, куда там? И знаете, когда Петр рассказывал, как его звали, и как это было, как его Господь звал туда, влек, как его позвали туда. Да он же жеребак заявлен, какая ему пропа, какой ему там Христос, ему рыба не ловит, соседик, он ей сказал, какие соседики, где, как, закидают. Другой вопрос, но не это, нет, он оставил ушел. Оставил ушел. Видите, здесь имя из Бога. Я только что говорил о Анне, которая обучила своего сына. И помните еще один момент, и одна пророчица, Анна, которая была в уделе Божьем. Давайте мы принесем на руках молитвы, знаешь, то есть желание родителей о том, чтобы эти дети были благословлены в уделе Божьем. Это будущие проповедники, это будущие молитвники, это будущие хористы, это будущие сосуды, может, в уделе Божьем пророк или пророчица, он и будет в уделе Божьем. Давайте их вручем Божьем, руки Божьем. Я прежде всего хочу родителей, чтобы запомнить эти слова, чтобы ваше воспитание было их в молитве. Не розовое. Нет. Родители, когда я слышу, когда дети говорят, особо, скажу, сегодня отца, когда наши дети вот такие не слушают, и мы его так можем поднять, а так давать, я не советую вам, это время занимает сатана. И очень много приходилось молиться за детей, которые занимают сатана, тогда, когда родители их били со злом. И открываете зло, дверь для поражения ваших детей. И потом эти дети взрослеет и говорят, а мы ничего не можем вспомнить о нашем отце, кроме того, что он нас злупил, как сидоровый газон. Больше ничего не можем вспомнить. Родители и отцы, карьтесь. Вы были неудели Божьим, вы были неудели зла, вы не стали в пролом защиту поста и молитве за ваши помазания и заливания защиты детей этого мира, чтобы не иметь доступ сатана. Ремнем не выпьешь никогда. То, что может сделать Бог, когда мы стоим на колени и скажем, Господь, где я ослушался Тебя? Где я? А ослушался Тебя, как сегодня не ослушались меня, мой сын или дочь? Где, скажи? Где мой пробел? Где мое? Я буду каяться, ибо я знаю, что я открыл дверь, и он имеет доступ к детям. Он, отца и матери, если мы сегодня грешим, злимся, раздражаем, особо кормящий грудью, если у вас раздражение, если у вас гнев этим молоком передается вашим детям. Это передается детям. О, я бы мог бы сегодня много чего сказать о воспитании детей, кормлении детей, но это все это не пробуют. Я только имею право сказать то, что сказал Бог. Я хочу, чтобы на этом месте мы, ставшие на наши колени, могли благословить наших детей, благословить наших родителей, здесь и этих маленьких крошек. И дальше, после этой молитвы, мы помолимся, и Бог побудил братьев, мы совершим молитву за всех детей, что Бог защитил их, чтобы они были послушны и Богу, и родителям. Я бы хотел, чтобы сегодня мы, родители, знали свои обязанности перед Богом от воспитания наших детей. Это очень важно. Если у вас что-то против друга, вы имеете муж с женой, решите это в отдельной комнате, не на повышенных тонах, чтобы ваши детки не видели и не слышали. Они очень иронили. И потом это остается. Я всегда вспоминаю одного юношу, который подошел ко мне, попал на груди, так упал и плачет. Я его задал, что случилось? Почему у тебя такое состояние? Он говорит, мне очень тяжело. Я говорю, ты уже в годах, женись. Он говорит, да нет, это не решение проблеми. Я боюсь. Я говорю, чего? Я говорю, да я знаю, все, кто в годах, а им страшно жениться. Они боятся. Вдруг пролетят. Если глазят, то глазами, конечно, пролетят. Если на коленях, никогда. Бог не решит свое благословение. Никогда. Он говорит, я не хочу, чтобы моя жена страдала так, как моя мама всю жизнь. Она всю жизнь его боялась. Она не имела права что-то сказать. Она не имела права лечь, когда она хотела, или покушать, как она хотела. Она не имела права. Она никогда с ним вместе не молилась. Он никогда к ней не подошел, не назвал его ласковым словом. Никогда. А я же его сын. Я же буду такой. Я не хочу, чтобы жена меня вот так мучилась, как моя мама. Отцы, есть, чем подумать, правда? Есть. есть это благословение. Эти маленькие крошки. Сегодня они предстанут прилиться Божьим. И как в дни жизни Христа их приносили к Нему, и Он возлагал свои руки и благословлял. И сегодня они стали перед целью и Христос здесь, Он возложил свои руки и благословит. Благословит. Только я прошу родителей, сидящие здесь, держащие на руках. Если у вас было нарушение, если для вас были жены как ни одно тело, если для вас было где-то нарушение целомудреннее, скажите сегодня этой молитве. Отец, прости. Но я желаю этому ребенку благословения. Я благословляю этого сыночка, эту дочурку твоим благослови. Благослови ты. Ты не знаешь какая болезнь, какая слеза, какая раздражение, какая негодование. Они не знали этого. Они были укрыты и помазали кровью акция. Они живали спокойно, они жили спокойно, они были хранимы Тобой, Бог. Аллилуйя. Ибо он на этом месте, он альфа, омега, начало и конец, первый и последний. Если мы сегодня где-то нарушали, скажем, Господи, прости нас, очисти нас. Мы мало молились, когда мы были зачатие беременности. Мы мало молились, просили благословения. Мало, мало, мало. И поэтому сегодня здесь страдаем. И сегодня мы страдаем. Отцы и матери от нас много зависит. Много зависит. Я хотел молиться. Но Господь, воюти, еще не все. Нам нужно при этой молитве покаяться перед Богом. То, что мы видели, слышали, говорили, мыслили, чтобы они имели благословение. Чтобы они имели благословение. Божие благословение. Если мы обижали наши жены, если мы поступали с ними бесчувственно, бессострадательно, если мы вели себя в таком деле, если мы обижали, дарим им, это все отразится на наших детках. Если мы сегодня не любим Господа, если мы сегодня не любим молиться, считать Слово Божие, это мы не желаем благословения нашим детям, ношающим от деревьев и рожженных. Мы не желаем. Если мы расслабляемся, если мы смотрим по сторонам. И знаете, ни один был такой момент, этот момент, который сейчас привел Господь, меня очень потряс. Когда один отец и мать, они сказали, у нас большая проблема, нам стыдно, и мы очень просим помолиться за нас. Они сказали, ты можешь говорить об этом, но не указывай, где и наши имена. Но пусть родители знают, особо отецом рыдал, пусть знают, не поступят так, как я поступил, чтобы страдали дети. Маленькие дети поражены. И когда родители стали наблюдать их поведение, возраст детей, двоих детей, особо из этих, у которых мне пришлось быть там, молиться, помните мне, я освобождаю Господь. Я человек, я глина. Я всего-навсего раб, который хочу поминоваться во всем Господу. И Господь сказал, иди, там проблема семьи, там не больной ребенок, а родители. И я увидел то, что мне было трудно представить, что эти родители, они могут с малого вот этого возраста, они маленькие, их уже начинает дьявол мучить, то ли анонизмом, то ли другими грехами, то ли прелюбодеянием, то ли блудодеянием. Да, эти дети, они вам ничего не говорят. Они вам никогда об этом не скажут. Но они взрослеет, приходят замуж, женятся и с этими грехами, и рождают детей, и детей поражания имеют. И потом они горько плачут. Говорят, это наше наследственное, детское. А мы не знали, нам стыдно было. Мы не знаем, что с нами происходит. Этот мальчик, это девочка, и когда мать увидела, и отец увидел тогда тоже, потому что это делалось неоднократно, но само-то было ужасно. Когда он с такой злобою, этот сын, которому было 6 лет, с такой злобою, он раздевал свою младшую сестру, он срывал, рвал на ней одежду. Та плакала, кричала, а он срывал. Для того, чтобы добиться того, что он хотел, греха. Ну, вы знаете, какого. И когда отец и мать пришли, что ты делаешь? Он неуменяемый. Он не останавливается. Мы видим, его и глаза вышли из орбиты, вне ужас. И знаете, когда я увидел эту семью, я пришел и увидел это сыночка, мне стало жалко. Мальчик. Я просто плакал, мне было страшно смотреть на это дитё, мне было страшно жалко его. Я знал, что это пленник, я знал, что это, я здесь, как Бог сказал, вина родителей, это бедное дитё страдает. Я так взял его на руки, я прижал к себе. Ой, дядя, я не могу, я знаю, я это плохо делаю, но я не могу не делать. Меня какой-то плохой дядя заставляет это делать, и когда я не делаю, он очень мильно, сильно меня бьет, мучает. И какой он? Он очень страшный, где ты его видел? А он с сены приходит или сверху и уходит, или в окно. Я его родили, вы слышите? Но они святые, они святые. И знаете, Бог сказал, причина была в отце. Бог говорит, помнишь, как я смотрел эти фильмы, этого разврата, пронографические, на компьютере сидел, на улице, не пропускал глазами ни одной. и в то время, когда это было зачатие этого сына, с кем ты был, женой или с кем? Он понял. я был с той блудницей, которую я видел, но не женой. И вот от семени зачатие имеет доступ сатана, и родился будущий блудник. И когда стали молиться за освобождение этого ребенка, он говорит, «А я здесь через родителей зашел». И он говорит, «Как?» Когда этот дитя получил освобождение, как он оплакал. Мне здесь так давило. Я не мог ходить, я ничего не мог, я не слышал. Мне плохо, очень плохо мне было здесь. А мне так здесь легко, хорошо. И плачет, соски глядя. Он говорит, «Дядя, ну сделайте что-то, чтобы больше он ко мне не приходил. Он очень страшный. Он очень мучает меня». Я ему сказал, «Больше я не приду. Никогда. 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 Не так давно. Я был в этом доме, приезжал, и я увидел этого мальчика. Он подрос. Он подошел в слезки бежать. И говорит, «Спасибо Иисусу, он больше ко мне не приходил. Но, дядя, где только будешь говорить об этом, чтобы папе и маме не грешили, чтобы детки так не страдали». Отцы, матери, есть о чем подумать. Изберите, служить Богу или грешить. Дети наследие от Господа. Удел дамы Богу благословения. Тогда, когда мы у Господи. Тогда, когда мы у Господи. когда мы в Господе, ни в похотях, ни в грехах, когда мы в Господе, тогда будет одно дитя, двое детей, трое детей, пятнадцать детей, но это будет благословение и слава Божья. Аминь. Но будете одно, но за десятерых без благословения. Ужасно. Ужасно. Но там, где Божье благословение, там благословение. Там уважение, там любовь, вода в служении Богу. Давайте мы сегодня станем на наши ноги. Я попрошу сюда родителей верить с детьми, встать на колени. Будет молиться сначала родители, отец, мать. Потом мы с братом будем молиться за детей, а потом после двоих их общим будет молиться церковью. Я хочу, чтобы мы молились так, чтобы Господь услышал нас. Это не ритуал, это не обряд, это не религия, это сегодня на этом месте Иисус. Он примет от вас, матери ваших деток, свои руки, вы отдадите их ему, и Он возьмет их навсегда. Он скажет, я дал жизнь, и я беру в руки их. Я буду ухранять от болезни, увечья, от всего, и я буду беречь. Только вы имейте общение со мною, чтобы вы их благословляли. Будем молиться. Я прошу. Владыка, Господи, тоже наш Иисус, просто и на этом месте. Господи, Боже, ты видишь нас. Господи, поддержи, молись. Господи, Боже, живой Сын Божий. Господи, благослови, 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Тебе! Субтитры создавал DimaTorzok Аминь! Добро пожаловать в Тебе! Аминь! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Тебе! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok